Добрый день, дорогие зрители, YouTube-канала «Русская икона» показывает Андрей Болдырев. Мы ведем нашу сегодняшнюю передачу из скита, который находится недалеко от «Амстеры». С нами два иконописца, два лебедевых отец и сын – Владимир Анатольевич и Игорь Владимирович. Мы сделали целый цикл передач про «Амстеры», которую вы могли видеть в предыдущих наших программах. И вот этой передачей мы завершаем наш визит в «Амстеру». В этот раз, так скажем, может быть, мы когда-то сюда еще приедем. Рассказывали мы вам и об иконах, и об афенях, и об амстерских фамилиях. То есть, о том, чем была «Амстера» до революции, и во что она превратилась после. И вот сейчас хотелось бы завершить наш цикл, показав современную работу современных амстерских иконописцев. Показав то, что иконное дело в «Амстере» живо до сих пор, что до сих пор оно находит, скажем так, заказчика, что до сих пор создаются произведения и целые комплексы произведений, которые можно характеризовать как живую связь с той мастерской традицией, которая была здесь в XIX-XX веке. И я хотел бы вас попросить рассказать об этом иконостасе, который был вами написан. Это иконостас Ильи Пророка, пределы Ильи Пророка, храм Казанской Пресвятой Богородицы иконы, а это предел Ильи Пророка. В общем, особенностью этого иконостаса является то, что он небольшой предел, и иконостас пришлось делать низкий. И, значит, особенностью этого иконостаса является то, что иконы праздничного ряда, они не умещались по размеру. И пришлось их, значит, эти иконы праздничного ряда разместить на четырех иконах, то есть по три иконы. И получилось у нас 12 праздников, все основные праздники получились у нас на этих иконах. И из-за того, что царские врата, значит, Спаситель и Богородица, и справа от Спасителя должен всегда находиться тот святой или тот праздник, в честь которого, значит, этот храм или предел посвящен. И поэтому Илью Пророка на этом иконостасе пришлось разместить на диаконских вратах, на правых. На левых вратах, как обычно, орхидиакон Стефан с камнем в руке, которым его побили. И сделался он первомучеником и новомучеником у нас. Вот, значит, и решили посвятить этот еще предел, вернее, не предел, а разместить икону Смоленской Пресвятой Богородицы, значит. А Спаситель здесь у нас это Великие Археи, Прошедшие Небеса, так икона, значит, называется. Вот. И сам иконостас, вот эти тябла, где-то селись северной резьбы, но резьбы, так сказать, у заказчика денег на резьбу не было. И поэтому решили просто написать эту резьбу красками. Вы, при написании икон, вы на что ориентировались? Ну, старались где-то придерживаться 17 века, где-то так, что-то под этот, по, так сказать, периоду постройки этого храма. Этот храм, он был построен в конец 17-го, там, 18-го. Ну, первый храм, который был на этом месте, правильно я понимаю? Да, да, да. Который, в общем, упал, рухнул, государство его не очень хорошо сохранило, и пришло сделать вот на этом месте новый уже храм. Скажите, пожалуйста, вот вы ориентировались на мстерские традиции, когда писали эти иконы? Ну, нам мстерские традиции трудно ориентироваться, знаете почему? Потому что, значит, вот сейчас, как таковая, вот музей вы видали, да, значит, это такое влияние было немножко, может быть, модерна этого самого 19-й век, 20-й век. И, может быть, в дальнейшем, может быть, еще, может быть, во что-то вылилось бы это. Но революция, да, революция произошла, поэтому все прекратилось. Ну, понимаете, мстера, она же очень многолика была и многоплановая, то есть писали под новгородское письмо, под это, в общем, самые старинщики, те, которые из мстер же были. То есть реставраторы все вышли, потом в основном все мстерские, потому что они могли работать в любых стилях. И поэтому тут, как, трудно сказать, что тут, какой мстерский, стильный мстерский. Потому что мы взяли, вот, стали придерживаться, там, где-то 17-го, начало 18-го века, такого провинциальное письмо, то есть провинциальный храм. И мы так придерживались этого. Ну, московский храм, это был бы оружейной палатой. Это уже было бы живоподобие вот в период времени. Ну, да, да, понимаете. Но дело в том, что мы же так и стараемся писать. У нас много храмов, иконостасов много. Мы много делали его? Да. Я 35, наверное, почти 40 лет работаю. Он со мной 20 лишним лет работает. С какого возраста вы начали работать? 16 лет. 15-16. Почти тоже 20 с лишним лет. В Подмосковье очень много у нас иконостасов. В Москве есть тоже иконостас. Храмы есть расписаны. И там, в Санкт-Петербурге, там, в Обскове, в Ижевске, там, в Челябинске. Как сейчас заказчики? Они насколько понимают иконы? Заказчикам трудно. Знаете почему? Потому что ведь у каждого свое понятие есть. Даже в жизни, а не то, что там вы иконописи. Иконописи, ведь надо заниматься для того, чтобы... Чтобы их хорошо разбирать, да, заказчикам. Ну, заказчикам, он как, одному нравится одно, другому другое, предположим. И приходится с ними, заказчиками, работать в том смысле, что, предположим, он говорит, А вот я видал, вот там вот, значит, вот такие вот иконы, вот это все. Ну, я ему говорю, что это вот такой век, там, это самое, это все. Вы так хотите? Он говорит, ну, предположим, типа этого что-то. Мы говорим, ну, давайте тогда так мы сделаем, так вам, как вы хотите. Но только мы, предположим, вот здесь вот нам не нравится в том смысле, что, чтобы отвечал немножко архитектуре, там, внутреннему убранству храма. А то, чтобы не получилось так, что на корову сведло поставили и... В общем... А вот насколько заказчики, ну, вообще, в принципе, понимают, что они хотят? Насколько у них сформирован заказ? Насколько они и на что они ориентируются? Вот вы говорили, там увидел, вот это хочу написать. Вот там он... Это сильно ведь зависит от личности человека, да? Ну, зависит от личности, но еще зависит еще и от священника. Очень много. То есть, это же священник, он тоже участвует в процессе написания иконостаса любого. Потому что в основном ведь заказчик приходит к священнику. И через священника он уже начинает заказывать или оплачивать работу. Тут такое, значит, получается, знаете, типа, как троица. Значит, благотворитель деньги дает, священник, так говорит, молится за это самое. Ну, а иконописец пишет, получается, троица. Скажите, а у вас корни Мстерские? Мстерские тоже есть, да. Были в роду иконописцы? Были, Кисляковы, Птахины, потом в родстве там Момриковы. А Момриковых мы снимали, передачу? Снимали, да. Ну, Момриковых там, знаете, их целая ветвь такая, там не то, что один, а их, наверное, сколько, четверо было или пятеро братьев было. А там еще потом у них сестры, то есть семьи большие были. И то есть вы с ними в родстве? Ну, да, в каком-то смысле. Вот их Кисляковых очень много там, да. А как-то вот то, чем они занимались? Ну, Момриковые, насколько нам известно, уже теперь это большие благотворители в Амстере, это люди, которые очень много уделяли вниманию и образованию, и Единоверческую церковь, так сказать, были ктитрами Единоверческой церкви. Ну, меня все там тоже родственники. Единоверческой церкви? Да, Единоверческой церкви, старобрядцы были, все тоже. Вот как-то это повлияло на вас? Тробрядчество? Да. Ну, как же. С детства бабушка мне говорила, не кури никогда, это бесы только курят, у них дым изо рта идет. И я, в общем, ни одной сигареты не выкурил за свою жизнь. Все, так как-то вот. А в творческом плане? Ну, а в творческом плане, ну, придерживаешься канонов, там, потому что... Себякинские письма, они, Себякинские письма, у нас так называлось, это, значит, направление. А придерживаться надо все равно канонов и благочестия церковного все-таки, чтобы святым делом занимаешься. Как вы оцениваете вот иконописное дело в России сейчас? То есть, оно, какой период переживает павшего времени? Рассвет, закат, развитие? Что сейчас происходит с иконописью? Да сейчас происходит просто жизнь. Обыкновенная жизнь происходит. То есть, вот, собственно говоря, иконописью-то занимались все время. Даже и при советской власти занимались. Году, наверное, в 75-м или 76-м году я, ну, в командировку ездил в творческую в Ярославле, и там, а до этого там на выставке познакомился, и я написал такую тоже иконку, там, другу подарил все. Он говорит, а ты что, не боишься, что вроде, может, ведь куда-то там это все? Я говорю, а что бояться-то? Ну, ты что, это же нельзя заниматься там все. Я говорю, да нет, вроде. Так что, и кто-то ведь еще там занимался этим. А к современной иконописи, это просто жизнь такая. Жизнь церкви вот этой, сейчас вот она такая. Там катакомбах было до этого. Сейчас нормальная жизнь. А насчет подъема там или упадка, судить-то будут потом. На следующий век или через два века будут уже, когда уже будет видно, что это было и куда это шло. А сейчас-то трудно вообще, невозможно это определить. Сейчас очень много пишут, да, всяких разных икон. Ну, со временем все определится, и все, время все на свои места расставит, и все будет нормально. Очень такой у вас взвешенный подход, такой старообрядщики, очень спокойный. Я вообще спокойный человек по жизни, просто. Нигде не участвую, ни в каких этих мероприятиях, ни в все. Так, сижу там дома и делаю, и делаю свои дела, и все. Ну, большое спасибо. Могу байку рассказать. Давай. Байка о том, как, значит, неграмотный богомаз ученых людей маленько задурил, так сказать. В общем, в свое время, то ли Рябушинский, то ли, значит, это Рябушинский крупный стражейц. Да, да, да. Так он, да, он меценат московский. Это как раз начало 20-го. Боцарь богатства. Начало 20-го века. Значит, он приобрел икону. Новгородскую, 15-го века. Наши там истерские ему иконописцы расчистили, все. Ну, и захотел он тут у него дома, а потом еще на даче у него тоже была такая коллекция. И туда то, что была икона такая же, будут приходить к нему, а и там будет сказать, и туда, значит, и все. И, значит, ну, где делать? Понятно, что, говорит, вам стерить, там самые лучшие эти поддельщики-то. Ну, приехали, значит, посоветовали мужичка, мужичок, говорит, ну, что ж, ну, сделаю. А до этого, значит, этому человеку, то ли Рябушинскому, то ли Букушинскому, сказали, они очень такие ребята шустрые. Повесцеротник Владимирович. Да, они могут, они могут там что-то сделать. Давай, говорит, на иконе где-то тайный знак поставим. Вот, значит, с лупой, значит, там где-то поставили все. Ну, и все, значит, потом время проходит, приказчик звонит, приезжайте, все, приехали. Лупу достали, оп, есть знак. А тут, оп, нету, обыскали, все, вот. Значит, они, говорит, ну, чего, спасибо, все, деньги отдали, уехали. Ну, значит, там потом в кабаке время, значит, обычно выпили, пошел разговор, там, одни, да вот мы там, значит, тому там мукомольщику там толкнули, там под 16 век, он, а, задурок все. А он говорит, да вы-то каких-то этих придурков вроде обманываете. А я-то ученых людей обманывал. Он, как так? А вот так, говорит. Иконт настоящий у меня, говорит. А я, говорит, ты как-то, значит, раз. Обычно в кабаках в это время был человечек, который под пьяным видом ходил и все подслушивал. И сразу быстренько, раз, курядник, курядник, туда, все, приезжают, давай икону. Все, достал, положил, те слупы, раз, точно тайный знак есть, и этот тайный знак, и этот. В общем, и сделал он две этих иконы и вручил. Ну, посмеялись, наказывать его не стали. Ну, в общем, вот так вот. Да, кстати, вот мы тут, вот как ни странно, мы в Амстере находимся, и вот 14-я, по-моему, передача, и только сейчас мы услышали этот термин задурок. На самом деле это термин. Это не просто какой-то, это вот так назывались иконы, которые делались с целью, как сейчас называется, подделки против коллекционера. Да? Да, 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 да. Потому что спрос пошел большой на иконы. И а где нам брать там? 16-й век или 15-й, 14-й, тем более. Но дело в том, что в свое время тогда, значит, шли вазы с афенями, и в афене, значит, собирали просто даже старые доски. Уже на них что-ничего не было, все облетело, привозили сюда, смотрели, доска старая, примерно 15-16, и на нем писали спас Николу под Новгородский, там, под это, и, значит, олифами старили, значит, и все, и продавали, значит, старообрядцам. Это так и называлось задурок. Вот это называлось задурок. Да. Вот, ну вот, большое спасибо за разговор. Если надо, еще можно много боек рассказать, но только это еще не хватит времени, потому что очень много этих всяких таких историй. Ну, давайте, ну, зритель с удовольствием послушает, придумайте что-нибудь еще, давайте расскажем, потом уже передача закончим. Ну, это, она и не то, что, может, были, или еще что-то, что, когда один, значит, старообрядец, Нижегородский тоже, узнал, что икона хорошая есть, приезжал просить, ему показали только обратную сторону иконы. Он говорит, ну, покажите, он говорит, ну, знаете, 15 тысяч рублей и покажем, а по тем деньгам, это же огромные деньги. И, в общем, потом еще раз приезжал, потом еще раз, потом цена выросла за 30 тысяч, он ее купил. Вот. Оказалась действительно икона? Да, настоящая икона оказалась. Ну, вот такой Элверды из «Жизнь современных Афень», вот, это вот происходило совершенно не в давние времена, а совершенно в недавние. Мне ее рассказывал тоже один торговец иконами. Вот абсолютно та же самая история. Один из людей, который собирает иконы, собирал иконы у населения, сейчас таких, наверное, уже нет, потому что у населения икон не осталось, они все либо в коллекциях, либо еще где-то. То есть, вот такого, как было в 90-х годах, как мне говорили, а то, что с бабушек там собирают, с деревень, со старых заброшенных церквей, это уже все пропало. Сейчас там икон просто нет. Или, по крайней мере, они там единичны. Такого вот промысла сделать уже невозможно. Так вот, в те, так сказать, героические времена, когда в 90-е годы все разрешилось и все начали делать, все, что кто захотел, была найдена икона, житийная, по-моему, там Ильи Пророка, большая, и там очень древняя. Я не помню, какой век, 16 или 15, но прямо очень древняя икона. И, соответственно, ее человек поставил за диван, видно было только три клейма. И к нему приходит покупатель и говорит ему, покажи икону. Он говорит, нет, ты это не купишь. Он говорит, слушай, у тебя денег не хватит, иди отсюда. И тот начинает ему давать деньги, говорит, слушай, отстань. Вот, когда наконец там он начал давать... Заможные субы. Да. Он ему говорит, ну ты купил? Он говорит, купил. Говорит, ну отодвигает диван, а там только три клейма, а все остальное разрушено. Вот, ну, вот на это веселый. Просто я хочу сказать, что в среде людей, которые иконами серьезно занимаются вообще, это люди, которые, ну вот опять же, есть разные люди. Но вот люди, которые сейчас занимаются иконами серьезно, вот они работают друг с другом на слово. И поэтому, когда говорят купил, то это купил. Это не значит посмотрю, это не значит там вот как-то там что-то еще. Вот, ну у тебя есть глаза, смотри, то есть это бизнес, так скажем, он идет на свой страх и риск, а он основан на знании. То, что человек понимает, что он делает. Вот, поэтому вот в подобных ситуациях назад пятками ходить как-то даже сейчас не принято. Вот, ну ладно, мы уже отмиссеры отвлеклись, анекдоты рассказали. Спасибо вам за то, что вы нам рассказали о том иконостате, который вы сделали. Ну вот, на этой ноте мы завершаем разговор о мстере. Еще раз спасибо. Спасибо вам, дорогие зрители. Ждите наш следующий передач. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...